Александр, добрый вечер. Скажите, на банках с протеином пишут комплекс аминокислот, который туда входит. Достаточно ли того количества, что есть в указанных лазировках, для роста мышц или это просто маркетинговый ход и нужно покупать витамины отдельно? Я так понимаю, покупать отдельные аминокислоты? Отдельно. Вопрос достаточно частый и задают его в разных интерпретациях. В общем, в чем суть? Есть определенное количество аминокислот в любом комплексном белке. Если мы говорим о протеине, то это яичный какой-нибудь, например, сывороточный и так далее. Вот в него входят 20 аминокислот. Зачастую эти аминокислоты расписаны на упаковке. Достаточно ли их или все-таки нужно покупать какие-то отдельные аминокислоты? БЦА, аргинин, глютамин, боталанин и так далее. То есть нужны ли они отдельные? Если нужны, то зачем? На самом деле механизм роста мышц работает примерно следующим образом. Мы съедаем какой-то белок. Предположим, тот белок, который есть у нас в протеине. Организм этот белок раскидывает, расщепляет, усваивает до отдельных аминокислот. И из этих аминокислот затем уже строится наш собственный белок. Кожа, ногти, волосы, мышцы и все остальное прочее, внутренние органы. Все, что нам нужно в данный момент построить. И вот все продукты, которые мы съедаем, они по сути превращаются в кашу из разных аминокислот. То есть в грудке одни аминокислоты, в макаронах вторые, в гречке третьи, в кальмарах четвертые и так далее. Набор везде, ну если брать животные белки, там примерно одинаковый. Там плюс-минус есть какие-то варианты. Растительный белок, конечно, отличается. Но тем не менее, все это сваливается в одну кучу аминокислот. И из этих аминокислот организм делает то, что ему нужно. Аминокислоты, которые остались не востребованы, ну не востребованы. И казалось бы, все окей. И вот те аминокислоты, которые есть в комплексных белках, их должно быть достаточно. Зачем? Тогда продаются какие-то отдельные аминокислоты. Например, там, ну не знаю, аргинин или боталанин. Самые такие распространенные тренировочные аминокислоты. Суть заключается в том, что есть ряд аминокислот, которые обладают совершенно эксклюзивными свойствами. Скажем так. Но когда они одномоментно достигают достаточно высокой концентрации. Например, если взять там аргинин или цитрулин. Вот если у вас концентрация цитрулина или аргинина одномоментно достигла 2 граммов в организме. Не на килограмм веса, а в целом просто 2 граммов. Вы получили пампинг. Если не достигла одномоментно, то не получили. Весь вопрос в том, что это должно быть сделано одномоментно. То есть, если вы рассчитаете, в скольки граммах куриной грудки есть 2 грамма аргинина. Съедите это количество куриной грудки. Вы не получите пампинг. Почему? Потому что куриная грудка будет усваиваться постепенно. И постепенно насыщать кровь аргинином. И в течение дня, либо какого-то большого количества часов, вы будете получать этот аргинин по чуть-чуть. И пампинга у вас не будет. Иначе мы все постоянно ходили бы на пампинге, либо с повышенными показателями выносливости, которые дает, например, бета-аланин. Если тоже его концентрацию довести, допустим, одномоментную, до 2 граммов. И, в принципе, это у нас будет равно выносливость. Бета-аланин у нас дает выносливость. Если вы проведете аналогичный эксперимент с бета-аланином, возьмете продукты, богатые бета-аланином, объедитесь их, вы поймете, что ваша выносливость в моменте не выросла. Так как она может вырасти, и обязательно вырастет при одномоментном приеме 2 граммов бета-аланина. Поэтому отдельные аминокислоты, в том числе и BCAA, которые влияют на анаболический эффект, глютамин, который влияет на восстановление мышц аминокислота для иммунитета и так далее. То есть отдельные аминокислоты, они выполняют не только роль конкретно кирпичиков, из которых строятся мышечные клетки. У них еще есть и другие функции. И пытаясь получить вот этот бонус от функций отдельных аминокислот, мы принимаем отдельные аминокислоты. Таурин, кстати, вот еще есть, да, хорошо влияет на выносливость. Но много отдельных аминокислот, о которых вы все прекрасно и без меня знаете, наверняка слышали. Таурин, кстати, скоро тоже будет в продаже. В дойпаках уже все готовится, документы оформляются. Вот, скоро тоже постараюсь сделать максимально большую линейку по отдельным аминокислотам. В дойпаках именно в такой вот, в достаточно большой фасовке граммов по 400-500, чтобы это как можно дешевле было. Потому что чем больше фасовка, да, тем, соответственно, дешевле получается продукт. Потому что трудозатраты, ну, ладно, это уже немножко другая тема, экономика. Вот. Поэтому отдельные аминокислоты, конечно, они полезны, но не с точки зрения вот именно роста мышц. Типа, вот, будет ли лучше расти мышца, если мы принимаем комплексный белок плюс какой-нибудь таурин, или этот таурин не нужен. Ну, нет, просто функция немножко другая. То есть тот же аргинин, цитрулин, боталанин поможет вам. Лучше потренироваться, более качественно, выполнить больший объем работы, чем вы могли бы выполнить без него, сжечь там больше калорий и так далее. И все это напрямую или косвенно отразится и на росте мышц, и на сжигании жира. И в этом, собственно, и заключается суть отдельных аминокислот, которые мы принимаем помимо каких-то комплексных белков. Ребят, хочу напомнить, что ваши вопросы становятся базой для создания моих видеороликов. Поэтому, пожалуйста, задавайте в комментариях все интересующие вас вопросы. Буду рад ответить на них в качестве вот таких вот роликов, в виде таких вот роликов, либо постов в Телеграме. Всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Добромиль. Пока.